которые имеют разную структуру, разные свойства. Это наиболее известные аллотропные состояния углерода, это полициклические ароматические углеводороды, которые бы называть ПАУ, графиты, аморфный углерод, это нерегулярная решетка такая, это молекулы фуллеренов и нанотрубки, которые имеют либо сферическую форму, либо форму вытянутых трубок, и это форма алмаза. Все эти углеродные аллотропные соединения могут образовываться в сверстах, и в зависимости от того, какие внешние условия у нас, они могут друг друга переходить. В основном, скорее всего, углерод присутствует в виде сажи, либо аморфного углерода, но этот аморфный углерод в своем составе имеет как молекулы ПАУ, так и разные могут быть кластеры в виде графитов. Если среда у нас богатая водородом, то может образовываться гидрогенизированный аморфный углерод. Если у нас среда холодная, то в ней эта сажа может погреваться льдом. И в каких-то экстремальных условиях, когда сильные ультрафиолетовые излучения, либо ударные волны проходят, то у нас могут образовываться молекулы отдельно летающей ПАУ, либо цепочки из углеродов, либо даже молекулы фуллерена. Наблюдаем мы углеродные свинения и вообще пылинки за счет того, что они поглощают излучение во всех диапазонах, в частности в ультрафиолетовом диапазоне и в оптике. И одной из особенностей этого поглощения – это такой скачок поглощения на дне волны 275 ангстрем. Вот здесь мы видим звезду без поглощения, это звезда с поглощением, и вот этот скачок в ультрафиолетовом диапазоне, скачок поглощения. Что именно отвечает за поглощение именно на этой длине волны, мы точно не знаем, потому что любые углеродные аллотропные соединения могут объяснить этот скачок, потому что у всех углеродных соединений примерно есть электронные колебания на этой длине волны. Более точную информацию из кривых поглощения возможно мы сможем получить с помощью спутника по спектру F, если он… нет, не если, когда он полетит. У нас будут спектры более высокого разрешения, и тогда, возможно, мы сможем разделить вот этот бамп один большой на какие-то более узкие полосы, которые отвечают отдельным колебаниям каких-то индивидуальных молекул, соединений. Помимо поглощения мы наблюдаем инфракрасный спектр излучения. Если есть какой-то источник рядом с этими молекулами, которые их может нагреть до больших температур, то вот они начинают излучать в инфракрасном диапазоне за счет колебательных переходов. Конкретно молекулы по этим спектрам тоже идентифицировать нельзя. Скорее всего, там присутствует целый такой набор разных углеродных молекул, в том числе молекул ПАУ. Если мы объединим все свойства, известные ПАУ, которые есть на сегодняшний день, и сложим из них спектр, то получим примерно то, что мы наблюдаем в окрасном диапазоне. Но одна конкретная молекула не будет соответствовать вот этому спектру. Более того, что если мы случайным образом выберем несколько десятков ПАУ с известными свойствами и поварьируем их веса, чтобы фитировать спектр, то мы, в общем-то, смесью из ПАУ можем объяснить вот этот спектр. То есть, скорее всего, там летает какое-то огромное количество ПАУ разных-разных, и вот в сумме они дают вот такой вот спектр. Помимо этих основных инфракрасных полос, есть маленькие инфракрасные полосы излучения, и они нам дают уже больше информацию о конкретных молекулах, которые там летают. К примеру, вот есть полоса на 3,3 микрона, она соответствует колебанию связи САЖ, вот молекуле ПАУ на концах у нас атома водорода, и рядом она обычно есть полоса на 3,4 микрона, которая в ПАУ появиться не может в оригинальном таком ПАУ, но это соответствует колебанию тоже связи САЖ, только в алифатическом состоянии, в обморфовом. Эта связь может появиться либо в обморфовом углероде в САЖе, либо если к ПАУ присоединить еще дополнительный атом водорода. Такое может происходить, и тогда у нас будет появляться вот такая ПАУ. То есть мы точно знаем, что какие бы там соединения не были, они насыщены водородом, могут быть насыщены водородом в какой-то мере. Помимо того, что следующая полоса, интересно, это на 6,2 микрона, это основная полоса, одна из основных полос изучения ПАУ, но если мы возьмем стандартную ПАУ, то ее полоса будет наблюдаться на длине волны 6,3 микрона, а в межзвездной среде мы наблюдаем в основном на 6,2 микрона. И проведены исследования, что если мы добавим вместо одного атома углерода атом азота, то как раз эта полоса будет смещаться на 6,2 микрона, что говорит нам о том, что ПАУ, либо какие-то другие соединения там летают, некоторые атомы углерода замещены атомами азота. Помимо того, что у нас есть полосы, мы видим, что эти полосы сидят на такой подложке. Что это за подложка, точно сказать нельзя, но мы можем по виду этой подложки судить о том, что это либо ПАУ-кластеры, то есть это вот такие конгломераты из молекул ПАУ, либо это тот же аморфный углерод, колебания в которых, в отличие от ПАУ, они нерегулярные, они очень много негармонических осцилляций, много широких полос, и вот они создают вот такие подложки. То есть вот мы можем судить о таких вот структурах там. Также есть полосы, до сих пор не идентифицированные, но скорее всего, которые принадлежат дегидренизированным ПАУ, то есть ПАУ без водорода, это молекулы графена, и вот скорее всего они тоже излучают и дают свой вклад в спектр. Единственную молекулу, которую мы точно идентифицированы, не конкретно мы, но вообще в целом, это молекулы фуллерена. Сначала она была найдена по инфракрасным полосам. У нее, в отличие от ПАУ, полосы находятся отдельно от всех остальных колебательных полос ПАУ, и благодаря этому она была идентифицирована. Более того, она была идентифицирована в поглощении. Две из, даже четыре на самом деле сейчас, полосы поглощения, которые мы знаем как диффузные полосы поглощения, они принадлежат именно фуллеренам. Более того, это было найдено в одном и том же направлении, то есть там, где фуллерены и излучают, и поглощают. То есть это в одном и том же месте. Уже стопроцентная гарантия, что там молекулы фуллерена летают. И, по всей видимости, остальные 500 диффузных полос излучения, это тоже какие-то углеродные частицы, пока электронные спектры, которых мы точно не знаем. И вроде бы, казалось бы, ну давайте посчитаем электронные спектры, но на самом деле электронные спектры таких крупных молекул, эта задача очень серьезная, и пока она решена только для единиц молекул, вот в том числе и молекул фуллеренов. И несколько ПАУ посчитаны, несколько, это там одна-две штуки, и пока для этих ПАУ не нашли никакого соответствия с диффузными межзвездными полосами. Но так как форма ПАУ может отличаться, там их может быть несколько десятков тысяч разных ПАУ, поэтому считать придется долго, и, возможно, когда-нибудь мы сможем идентифицировать эти полосы. Ну, помимо того, что мы наблюдаем это все в инфракрасном спектре, в ультрафиолете, мы еще наблюдаем вращательные спектры ПАУ. Это вот была найдена молекула бензонитрила по вращательным спектрам. К сожалению, у ПАУ они очень плохие ротаторы, то есть у них дипольный момент слабый, но вот у таких ПАУ, как бензонитрил, у которых несимметричная структура, дипольный момент сильный, и можно наблюдать вращательный спектр, и такая молекула была найдена. Конечно, мы нашли ПАУ фуллеренов, аморфный углерод и все что угодно в кометах, метеоритах, это мы точно знаем, то есть, скорее всего, все, что мы наблюдаем в метеоритах, кометах, это все то же самое в межзвездной среде. И также, помимо всего прочего, мы наблюдаем не такой extended rate emission, как по-русски правильно это называется. В оптическом диапазоне мы наблюдаем вот такой вот небольшой скачок в оптике, и полагают, что вот этот скачок тоже создают ПАУ, либо какие-то углеродные частицы. Ну и также еще аномальное микроволновое излучение, то есть вот у нас излучение пыли обычной, крупной, то есть тепловое излучение, но оно не просто падает вот так вот, обрывается, а там есть еще такой небольшой хвостик, и его тоже связывают с излучением каких-то углеродных молекул. На данный момент создается база данных по инфракрасным свойствам и другим свойствам для ПАУ. Сейчас она содержит уже больше трех тысяч разных ПАУ, и для них посчитаны колебательные спектры. И благодаря этой базе данных мы можем больше узнать о межзвездных ПАУ, то есть сопоставляя различные ПАУ, различные группы ПАУ, излучение их, мы можем сказать, что же светит у нас в межзвездной среде. Во-первых, у нас вроде как инфракрасный спектр излучения, он везде один и тот же, но на самом деле полосы немножко смещаются, и отношение между этими полосами тоже меняется от объекта к объекту и в целом вот внутри какого-то объекта. Все спектры инфракрасные делят на три типа, то есть вот А, В и С. И, как правило, объекты А – это вот области H2, ну какие-то такие объекты межзвездной среды, где пыль уже не рождается. Объекты Б-класса – это вот, это могут быть и планетарные туманности в основном, но и это могут быть звезды постсимптотической ветви гигантов. И, собственно, объект С – это именно звезды постсимптотической ветви гигантов, то есть это непосредственное место, где пыль была рождена и вот еще не отошла в межзвездную среду, и вот она излучает вот именно так. С помощью базы данных мы можем предсказать, например, как делятся наблюдаемые ПАУ по заряду. Вот отношение полос на 6,2 микрона и 11,2 микрона нам может говорить о среднем заряде ПАУ. То есть чем больше у нас положительно заряженных ПАУ, тем больше у нас вот это отношение становится. Таким образом, мы можем как-то хотя бы судить о физических характеристиках среды. Такую же корреляцию наблюдают для ПАУ разных размеров. Чем больше у нас размер ПАУ, тем больше у нас отношение 11,2 микрон к 3,3 микрона. Таким образом, по этому отношению мы можем говорить, какие там в среднем по размеру ПАУ в каком-то объекте наблюдаются. Эти отношения меняются внутри объектов. Вот, к примеру, это область фотодиссоциации, и в них отношения как 6,2 микрона к 11,2 и 3,3 к 11,2 меняются. И видно, что меняется, соответственно, размер и заряд ПАУ, который там светят. Чтобы промоделировать вот такое поведение этих отношений, конечно, нужно применить очень много всего в модели. То есть нужно знать и свойства ПАУ, и оптические свойства, и инфракрасные свойства. И нужно знать их размеры, молекулярную структуру. И, к примеру, еще нужно учитывать, что ПАУ могут быть дегидронизированы. Тогда меняются свойства их излучения в инфракрасном диапазоне. Например, если мы возьмем полосу на 11,2 микрон, то она вот постепенно при присоединении ПАУ, она просто исчезает. Поэтому мы попытались промоделировать один из таких объектов фотодиссоциации и посмотреть, как меняется промоделировать этот профиль, как изменяется у нас эмиссия ПАУ. Для этого мы проводили химико-динамическое моделирование областей ФДО и посчитали все характеристики, параметров, которые там есть. То есть температура, поле излучения, плотность газа, плотность электрона. Промоделировали все процессы, которые могут происходить с ПАУ в межзвездной среде. Это взаимодействие, ну, в областях фотодиссоции это в основном взаимодействие с фотонами, с электронными ионами, а также с молекулой и атомами водорода. В результате вот этого взаимодействия мы можем как результат получить либо испускание инфракрасного фотона, релаксацию за счет этого, либо образование катионов и анионов, либо образование графенов, ПАУ, насыщенных водородами, либо диссоциация ПАУ. Конечно, это все не очень прямо вот точно. То есть мы бы хотели взять точные расчеты всех параметров, но на самом деле параметров, рассчитанных в лаборатории, очень мало. Есть какие-то параметры, которые рассчитаны теоретически, но по-прежнему нам нужны работы и физиков, и химиков, которые работают в этой области, чтобы уточнять наши параметры модели. С помощью такого моделирования мы можем построить карты для каждой ПАУ, сколько таких ПАУ при таких условиях наблюдается, какой у нее заряд, какое состояние гидрогенизации, то есть насколько она насыщена водородом, и предсказать спектр таких ПАУ, такой смеси ПАУ, которая там может быть. Ну вот примерно как-то отношение профиля вот этих вот отношений потоков мы можем уже оценить. То есть не то, чтобы мы один в один предсказываем, но это лучшее, что есть на сегодняшний день. Помимо того, что мы моделируем поведение ПАУ и излучение в областях фотодиссоциации, также все это моделируется в областях, например, в остатках сверхновых после прохождения ударной волны. Вот мы видим здесь, что идет фронт ударной волны, и синенькие спектры – это нетронутая межзвездная среда, где ПАУ находится в том состоянии, в котором там живут много лет. После прохождения ударной волны все ПАУ исчезают, остается только крупная пыль. Но после прохождения ударной волны за фронтом возникает снова эмиссия ПАУ, то есть они там либо рождаются, либо рождаются, скорее всего, за счет разрушения более крупных пылинок, и снова начинают светить. Тут, конечно, моделирование уже более сложное, не просто взаимодействие с ультрафотоном, это и упругие, и не упругие столкновения с ионами, с электронами, а также столкновения пылинок с друг другом на высоких скоростях, и при этом столкновения могут разрушаться в пылинке, но и помимо разрушения может также быть и образование новых форм. К примеру, если у нас там летала ПАУ, и вот ее так вот протаранят несколько ионов на больших скоростях, то может получиться так, что у нас образуется молекула фуллерена. Молекула фуллерена уже более стабильная, у нее энергиозситации в несколько раз выше, поэтому она уже может прожить вот это прохождение ударной волны и выжить в условиях обратной ударной волны, в горячих условиях. Помимо того, что образуется молекула фуллерена, может образоваться и алмаз, то есть ничего не мешает при столкновении пылинок образоваться алмазом. Он обречен, формируется алмаз при больших давлениях, больших температурах, ну, например, в низких слоях земной коры, там на глубине 150 километров, там как раз условия для формирования алмазов, но тут возникают те же самые условия при столкновении двух пылинок, в общем, условия формирования алмазов. Помимо того, что ПАУ все неоднородны внутри каких-то объектов, про которые я говорила, это ударные волны, либо области фотодиссоциации, они также неоднородно ведут себя и вообще в галактиках, и среди галактик. И мы знаем, что в галактиках низкой металличности или в областях звездообразования низкой металличности ПАУ очень мало. Здесь вот области звездообразования, либо галактики. В галактиках с высокой металличностью, либо просто в среде с высокой металличностью у ПАУ много. Чем это объясняется, до сих пор неясно. То ли потому что они в средах с низкой металличностью очень эффективно разрушаются по какой-то причине, то ли они формируются очень хорошо в средах с высокой металличностью. Мы пытались как-то отследить какую-то связь с разрушением и провели несколько исследований. К примеру, мы пытались выявить связь между содержанием ПАО и интенсивностью поля излучения, но никакой связи мы не нашли. Была предпринята работа другой группой, когда пытались выявить связь с жесткостью поля излучения, то есть именно с наличием жестких и ультрафиолетовых квантов. И вроде как даже была зависимость выявлена, но на самом деле это все не настолько прямо, потому что жесткость поля излучения, если мы говорим о областях светопрозывания, она меняется со временем и, возможно, это больше эффект времени. Поэтому мы выделили несколько групп с разной металличностью, определенной металличностью и определенного содержания ПАО. Пытались найти какую-то связь с возрастом, но связь с возрастом мы тоже не нашли. Единственный объект, где хоть какая-то была намек на возраст, это галактика Холмберг-2, для которой мы посмотрели, что да, если рассматривать внутри какой-то галактики, одиночные области звездообразования, то вот можно выявить. Но это пока все очень такой уровень шума тут большой и точно сказать нельзя. Помимо этого пытались найти связь содержания ПАО и взрывами сверхновых звезд. Вот, например, здесь мы видим зелеными крестиками взрывы сверхновых звезд недавно, а красного это содержание ПАО, где много. И, в общем-то, видно, что даже можно сказать наоборот. Вот был взрыв сверхновой, а ПАО там есть. То есть разрушительность каких-то свойств нет у сверхновых, для связи с ПАО нет. Но помимо того, что у нас ПАО распространены неоднородно, и они в основном наблюдаются в средах с высокой металличностью, у нас еще и фуллерены ведут себя точно так же, только наоборот. То есть они наблюдаются, наоборот, только в средах с низкой металличностью. И в отличие от ПАО. И более того, если мы посмотрим на спектры, инфракрасные спектры планетарных туманностей, мы можем сказать, что фуллерены наблюдаются там, где ПАО, скорее всего, нет. То есть это разные среды. Если это низкая металличность, если эта звезда была низкой металличностью, то с большей вероятностью она продуцирует фуллерены. Если эта звезда с высокой металличностью, то с большей вероятностью она продуцирует ПАО. Есть звезды, которых наблюдаются и ПАО, вот, например, здесь и фуллерены, то есть полосы и тех, и тех молекул есть. Но пока непонятно, чем эти звезды отличаются от других. То есть у них, в общем-то, тоже те же параметры, но вот они показывают излучение и тех, и других молекул. Итак, как же образуются у нас вот эти ПАУ и как образуются фуллерены? То есть мы раньше искали связь какую-то с разрушением, но сейчас мы поняли, что, наверное, с разрушением связи нет, и надо искать именно связь с рождением этой пыли. Итак, ПАУ у нас образуется в оболочках углеродных звезд. Углеродными звездами становятся в основном звезды, от массы которых от полутора до четырех масс Солнца. И в определенный момент, находясь звезда на стадии асимптотической веевитой гигантов, у нее происходят такие этапы дрейдж-ап. Я вот не знаю по-русски, наверное, это зачерпывание или как-то черпков. И во время этих черпков зачерпывается какое-то количество углерода такое, что звезда становится не кислородной, а углеродной. То есть изначально все звезды у нас кислородные, потому что все-таки обилие кислорода у нас в международной среде больше, чем углерода. Но вот на последнем этапе вот этого зачерпывания какие-то звезды становятся больше богаты углеродом. В результате этого в ее оболочке начинают образовываться вот уже углеродные разные молекулы, которые не производятся в звездах кислородных. И производство пыли как раз происходит тогда, когда звезда находится на этапе, когда она наблюдается как переменная звезда, как Мериды, разные как переменные звезды, но в том числе наибольшее количество пыли производят вот именно звезды Мериды. То есть вокруг них наблюдаются наиболее богатые оболочки пылью. Чем больше амплитуда колебаний, чем больше период пульсации у этих звезд, тем большее количество пыли мы наблюдаем в их оболочках, то есть чем больше они происходят. Во всей видимости образование пыли идет не просто вот вокруг оболочки, то есть стационарной оболочки она не будет рождаться. Она происходит именно в результате термопульсации этих оболочек. То есть когда происходит термопульсация, и так у нас повышается и температура, и плотность пыли, именно это создает условия для формирования пыли. Но неясно, правда, как это влияет на образование фуллеренов либо ПАУ. Формируются они примерно одинаково. И что должно произойти в звезде вот на этой стадии разного для формирования пыли, пока неизвестно. То есть что-то во время этих пульсаций происходит другое у одних звезд так, что ведет по сценарию образования ПАУ, а у других звезд ведет сценарий образования фуллеренов. Проблема в том, что мы не можем сказать, что именно там образуется у каждой звезды, потому что пока она горит, пока она пульсирует, она не нагревает пылинки, которые там образуются, до тех температур, чтобы они нам излучали в инфекрасном диапазоне. Мы точно можем, вот то, что мы видим, инфракрасные спектры, мы можем говорить, что да, там есть ацетилен. Но ацетилен – это вот прекурсор образования вот этих ПАУ, хуллеренов. Но что там еще есть, мы не знаем. Мы точно знаем, что там есть, например, карбид кремния. Но что нам этот карбид кремния дает, мы тоже не знаем. А вот потом, когда уже звезда обгорела и переходит на стадию постсинтетической ветви глигантов, тут мы уже наблюдаем целое разнообразие инфракрасных спектров, в которых мы видим и признаки сажи, и признаки ПАУ, хуллеренов, и куча других признаков, в которых мы вообще не понимаем, что это значит. То есть, например, вот есть полоса на 30 микрон, даже не полоса, вот такой вот бамп на 30 микрон. Что это такое, непонятно. Есть линия на 21 микрон, тоже непонятно. По всей видимости, это что-то транзитное такое между сажей и ПАУ. То есть, она где-то наблюдается, где-то не наблюдается. Возможно, это какой-то редкий момент времени, когда она может наблюдаться у этих звезд. Но в итоге мы имеем огромное разнообразие разных планетарных тумазностей, разных спектров звезд пост-АВГ. И все их пытаемся как-то классифицировать и связать с эволюцией звезды, которая была до этого. Ну вот я уже сказала, что помимо того, что мы наблюдаем ПАУ-фалерен, мы наблюдаем полосы на 21 микрон. И что это такое, пока, если честно, никто не знает. Итак, как же у нас образуется ПАУ? То есть, во-первых, нам надо сформировать первое бензольное кольцо. Формируется оно, как считается, достаточно эффективно. То есть, если у нас есть газ и цитилена, то, в общем-то, можно сформировать первое бензольное кольцо. После того, как сформировалось первое бензольное кольцо, основная задача – мы уже создать кластеры из этих бензольных колец, которые будут, собственно, ПАУ. Ну и это, если мы перенесемся на нашу Землю, то, в общем-то, это стандартный случай. Вот у нас горит огонь, и у нас постепенно, чем сначала у нас образуется ПАУ, какие-то маленькие цепочки, и постепенно-постепенно это все вырастает в такую сажу. И, естественно, кислород играет тут немаловажную роль. Мы все знаем, что если есть кислород у нас, то, значит, сажи будет меньше. А если у нас кислорода мало, то сажи будет много. Сажа – это продукт неполного сгорания. Ну и межзвездная среда – это, конечно, тоже не сказать, что там богатая среда у кислорода, и, соответственно, там в основном рождается сажа. Но помимо сажа все-таки мы знаем, что есть ПАУ. Итак, у нас растут ПАУ и объединяются вот такие кластеры, и потом эти кластеры могут уже вырастать в такие вот большие пылинки, в большие частицы сажи. В тех же примерно самых условиях за счет других аналогичных реакций может сформироваться и молекула фуллерена. Изначально были сделаны эксперименты и показано, что фуллерен формируется, в отличие от ПАУ, при больших температурах. Температуры нужны больше 3500 кельвинов, а ПАУ они формируются при температурах 1000 кельвинов. Однако другие исследования начали показывать, что нет, это не обязательно такие температуры иметь. То есть можно иметь чуть другие условия по концентрации, либо другой состав газа, и тогда у нас при тех же самых температурах, в тех же самых условиях будет формироваться фуллерен. Вот здесь показана картинка, как формируются фуллерены и графиты. Собственно, если мы концентрацию взяли от сетилена и этилена одну, у нас формируются вот плоские регулярные структуры в виде графита, ПАУ. А если мы другую концентрацию взяли, то есть поменяли немножко состав газа, то уже получается вот такая вот сажа и фуллереноподобные структуры. Как только у нас сформировалась вот эта вот сажа, то из нее уже можно продуцировать и отдельно летающий ПАУ снова. Если мы посветим ультрафиолетовым полем излучения, либо пройдется ударная волна по этой штуке, то потихоньку вот эта аморфная структура, она может структурироваться и образовывать все те же ПАУ, либо фуллерены. Это все такие громошки вычисления, но выход один, что да, вот это может быть. То есть ладно, в огне у нас в оболочке зиты сформировалась сажа, а дальше все идет каким-то своим путем, то есть у нас может разрушение происходить и образовываться новые аморфные структуры. И по всей видимости катализаторы, то есть какие-то тяжелые элементы, они играют тут не последнюю роль. То есть если, например, мы добавим атом никеля в эту решетку ПАУ, то образование фуллерена будет происходить с большей вероятностью. И это, возможно, связь как раз с разницей металличности и с разницей наблюдения ПАУ и фуллеренов. То есть если у нас присутствуют какие-то тяжелые элементы, которые могут служить катализаторами преобразования ПАУ, то вот оно будет происходить здесь. Ну, я уже сказала, что карбид кремния наблюдается в звездах асимптотической ветви гигантов. И есть предположения, подтверждаются лабораторными исследованиями, что да, действительно, в этих звездах может формироваться карбид кремния. Вот он здесь наблюдается еще на стадии горения звезды, он наблюдается. Когда звезда переходит на пост-ВГ стадию, то карбид кремния уже не наблюдается. Однако уже наблюдается ПАУ. И вот есть предположение, что вот как раз на карбиде кремния формируются вот эти вот ПАУ и фуллерены. И потом за счет десорбции, когда у нас зажигается источник ультрафиолетовый, они начинают десорбировать между звездами среды, и мы уже наблюдаем ПАУ. Это проведено вот эксперимент как с ПАУ, так и с фуллеренами. Вот здесь снимок электронного микроскопа, что у нас есть карбид кремния изначально. И постепенно мы начинаем его облучать, облучаем и получаем. И вот на поверхности этого карбидокремния начинает отпочковываться молекула фуллерена. Но здесь вот нет ничего о катализаторах. То есть опять-таки нам-то надо все возвращаться к катализаторам, потому что мы-то знаем, что разный химический состав среды приводит к тому, что у нас разные углеродные частицы. И только вот недавно начали как-то моделировать люди, ну вот занимаются квантовой химией, уже реакции с участием кислорода. И действительно получается, что чем богаче среда у нас кислородом, тем больше вероятность формирования именно ПАУ. Чем меньше среда богата кислородом, тем больше у нас будет продукт в виде сажи и фуллеренов. Это, в общем-то, расчеты химиков нам это уже подтверждают, то, что у нас наблюдается в космосе. Вот, ну, это все было стадия горения. Немножко совсем расскажу про холодные температуры. То есть вот ПАУ рождаются в горячих этих оболочках звезд, но помимо этого ничего не запрещает рождаться и в холодных молекулярных облаках. И более того, есть подтверждение того, что, в общем-то, обилие ПАУ, оно коррелирует с газом СО. То есть, по всей видимости, там они могут еще тоже формироваться дополнительно. Есть химические реакции, которые опробированы в лаборатории и посчитаны, что, да, действительно, это происходит в межзвездной среде. Другое дело, что рост этих ПАУ будет происходить неэффективно. То есть максимум, что мы можем получить, это молекулу нафталина или там вот тот же бензонитрила, который мы нашли, уже найден в молекулярных облаках. И потом, какую роль эти ПАУ, образовавшиеся в молекулярных облаках, играют для химии, это другой вопрос. Потому что мы по-прежнему, люди не знают, из чего образовалась жизнь и вообще где она образовалась. И одним из таких популярных предположений является то, что образовалась она где-то далеко, вот в альде, в кометах тех же. То есть основные блоки, которые потом переросли в жизнь, они сформированы были в условиях молекулярных облаков еще до рождения та же там звезды. Ну, либо там на каких-то первых стадиях рождения звезды. Для того, чтобы понять, как формируются большие крупные молекулы в альдах, начали проводить эксперименты. Самые простые эксперименты включали в себя только однокомпонентный лед. Однокомпонентный лед, состоящий из воды, либо там каких-то простых основных соединений, которые наблюдаются в межжелезной среде. И эти эксперименты уже приводили к потрясающим результатам, что уже формируется сложная органика. Ну, то есть если считать там CH3OH сложной органикой, то вот она уже формируется в однокомпонентном леде. Если мы возьмем двухкомпонентный лед, например, смешаем воду и метан, то вот уже будет формироваться более сложная органика, более сложные молекулы. Но самое такое интересное, это то эксперименты, когда начали добавлять вот эти вот маленькие ПАУ, которые могут образоваться в межжелезной среде, в молекулярных облаках. Как только начали добавлять эти ПАУ, то начали образовываться уже более молекулы, близкие к жизни, то есть аминокислоты, спирты, жиры, в общем, все-все-все, все, что необходимое для жизни и для формирования РНК и ДНК. Когда уже начали изучать не просто двухкомпонент, а многокомпонентный лед, когда начали добавлять по пять компонентов, в том числе и ПАУ, то, ну, в общем-то, здесь остается ждать, когда вот возникнет жизнь. То есть вот как только мы приближаемся к аналогу межзвездного льда, то уже вопрос о возникновении жизни вот в этих условиях холодных облаков, он уже как-то становится более реалистичным. То есть, скорее всего, действительно так и происходило. Все это начало развиваться еще в молекулярном облаке, и потом это уже было перенесено на Землю в виде комет. И, конечно же, все это было найдено уже в кометах, то есть вот сложная органика, она была найдена, и по всей видимости она сформировалась, ну, естественно, она сформировалась там. И ПАУ там играет вот значительную роль. Основной вопрос, сколько там этих ПАУ, в каком виде они эти ПАУ. В общем-то, возвращаемся к тому, о чем весь доклад. Это какие ПАУ у нас действительно в межзвездной среде, и какие ПАУ потом участвуют в этой образовании жизни. Вот мой последний слайд. Это то, что я в том числе участвую в группе, которая разрабатывает сейчас установку по исследованию аналогов межзвездного льда и как раз образованию сложной органики. Эта установка сейчас собрана на базе Уральского федерального университета под руководством Антона Васюнина, и сейчас она находится на стадии калибровки. Ну и, в общем-то, вскоре, наверное, начнутся эксперименты по тому, какие сложные молекулы мы можем сделать вот в условиях молекулярных облаков на примере вот таких льдов в таких установках. Все, спасибо за внимание. Мне лично очень интересно. Так, вопросы сначала в зале. Кто-нибудь хотел что-то спросить? Я, например, не очень понимаю, почему эти фурии иногда в поглощении, иногда и в излучении. Если есть источник, который их подогревает, они в излучении будут. Если нет, то в поглощении. Им нужен ультрафиолетовый квант. Просто в межзвездной среде недостаточно ультрафиолетовых квантов. Им нужен источник. То есть какая-то массивная звезда, либо там планетарная туманность, где эти ультрафиолеты излучения. Тогда они начинают светить. А так, они просто так не светят. Понятно. И вот подложка, которую вы показывали на ряде слайдов. Мне как-то, как астронома, работающая со спектром, привычно оперировать понятием непрерывного спектра. И хочется верить, что здесь какой-то все-таки непрерывный спектр, а не совокупность разных слившихся здесь. То есть, чтобы объяснить непрерывный спектр на такой длине волны, температура этих пылинок должна быть больше тысячи кельвинов. А при такой температуре они просто уже не выживают. То есть, обычно... Из-за пылинок что-нибудь другое? Что? Не знаю. Но как-то непрерывный спектр, который возник как совокупность отдельных линий. У меня это... Ну, разве что... Как непрерывный спектр. У них же еще и излучение широкие полосы. Это не газовые полосы такие вот узкие. У вот этих пылинок это колебательные переходы. Они дают вот такие вот широкие полосы. И в итоге получается, что они сливаются все и дают вот такое. Так, кто-нибудь еще что-то хотел бы спросить? Сказали, что кислородные звезды. Маша, нужно, чтобы тебя слышали. Подойди сюда. Сказали слово кислородные звезды. А мне казалось, что начинается все с водородных. Нет, ну, я имею в виду, что когда они там заканчивают вот свое, они либо кислородные, либо углеродные. И это влияет на ту пыль, которая формируется. Либо это силикатная, либо углеродная. Потому что в области звездообразования это все-таки речь идет о молодых звездах. И потенциально там какие-то все-таки очень молодые объекты. А уже углеродные звезды, это все проявляется. Нет, но тут то, что формируется пыль, это уже старые объекты. То есть это источник и от места наблюдения, как-то даже пространственно, по идее раз... А, если ее как раз не убегает, ну, формируется пыль, но это значит и так. Нет, ну, пойдем. Просто вот все... Тиродные звезды все-таки... Ну, то есть я говорю, это все химические составы. Совсем далеко ушли в эволюции от того, что происходит в области звездообразования. Нет, да, да, это естественно. Это уже старые такие объекты. Ну, просто вот я говорю, чисто даже пространственно, именно в разных местах. Или там диффузия позволяет? Насколько я понимаю, вот пространственно, если говорить о галактике, то вот, например, в Балджио-галактическом больше именно кислородных звезд, а углеродных уже больше не диски. Вот, ну, это, конечно, там какие-то звезды и там, и там присутствуют, но вот в основном вот кислородные там. Ну, видимо, говорят, что вот эти углеродные звезды, они при низкой металличности. Видимо, меньше черпать надо углерода во время этого вот дредшапа, чтобы обогатить среду. И поэтому при низкой металличности больше вероятность возникновения углеродной звезды. А кислородные, они вот им больше надо черпать. Спасибо. Есть вопросы у кого-нибудь, дистанционные слушатели, участники? Да, у меня есть, можно задать вопрос? Рагульская сейчас. Рагульская, да. Добрый день, коллеги. У меня вопрос вот такой. Меня очень заинтересовал момент, когда вы говорили о том, что при прохождении ударной волны разрушаются те углеродные структуры, которые были, и потом уже в хвосте собираются, ну, либо другие варианты, либо они же, но уже через какое-то время. Вот у меня вопрос и к докладчику, возможно, к председательству, еще другим солнечникам. А может ли наблюдаться такая ситуация при прохождении ударных волн уже в Солнечной системе? Не нужно ли модели тогда строить с корректировкой на возможность просто смены химического состава, например, того же самого солнечного ветра или других? Или же интенсивность энергетических процессов, та, о которой говорил докладчик, несопоставима с тем, что происходит у нас здесь, и это не наблюдается в более мелких масштабах и энергиях? Ну, скорее, да, вот вы сами ответили, потому что все-таки сверхновые это скорости ударных волн от нескольких десятков километров в секунду, то есть это должны быть мощные ударные волны, и вот это вот разрушение, в основном, даже не на фронте ударной волны, за счет отхождения обратной волны, и вот в этом горячем газе с большой турпулентностью вот там уже происходит основное разрушение и формирование каких-то других структур. А можно попросить к этому слайду вернуться, если несложно вам? Скорость 10 километров в секунду для волны, идущей от Солнца, вполне допустима. Нет, 10 это... От Солнца ударная волна? Ну, в общем-то, да. Когда на Солнце мощная вспышка, она дает поток ударный. Другое дело, что плотности довольно низкие, а скорости... Ну, плотности пыли-то я даже вообще не знаю, то есть у нас пыли... Уже... Да, то есть у нас она уже вся собралась, какие-то булыжники, да. Так, вот, Маша, этот слайд вы хотели... Да-да-да, вот этот вот слайд мне тоже показалось, что по скоростям все-таки ситуация достаточно близкая, но, по крайней мере, там не пять порядков энергии, что, возможно, близкие процессы могли бы наблюдаться. И у нас просто... Ну, просто мы их не рассматриваем. Пока. Не рассматриваем. Может. Но вот... То есть надо еще пыль встречать. Я не знаю, они существуют в планетах, в соломственной планетах. Ну, я говорю, в основном-то у нас она уже либо выметена, либо собрана вот в виде каких-то метеоритов, астероидов и прочего. То есть и... Уже так просто не разрушить это. Ну, может быть, на какой-нибудь очень ранней стадии... На ранних стадиях, скорее всего, да. На стадии допланетного образования. Ну, вот, кстати, тот же алмаз, он может... Можно рассматривать как критерий вот этих прохождений ударных волн мощных, потому что все алмазы, которые найдены в метеоритах, они, скорее всего, образованы были в сверхновых, не в солнечной системе. У них там изотопный состав, он идентичен вот составу газа сверхновой. И, скорее всего, вот только в тех вот ударных волнах они были сформированы, а здесь, видимо, уже как бы недостаточно было энергетики для этого. Так, еще у кого-нибудь вопросы? Или... Мария Валерьевна, вы хотите продолжить что-нибудь? Еще вопросы у вас есть? Маша? Вы меня слышите, Маша? Да-да, я вас не очень внимательно слушаю. Я просто хотела поблагодарить докладчика, потому что это очень интересная идея, на самом деле. Это как бы еще один механизм, который, возможно, стоит рассматривать. Все-таки количество космической пыли это достаточно большое в Солнечной системе. Можно рассмотреть, да. Да, да. То есть просто-просто очень интересное, возможно, новое направление. Поэтому... А вам огромное спасибо. Последние слайды впечатляют и восхищают. Насчет формирования жизни во льдах, насколько я понимаю, это не самая распространенная гипотеза. У вас она очень убедительно звучит. Еще вопросы у кого-нибудь или замечания? Нет? Не родилось новых. Тогда спасибо вам. Извините, что народа было мало. Но... Значит, в любом случае, спасибо. И я надеюсь, что мы еще много раз встретимся, потому что то, что вы говорили, очень-очень интересно. Да, постараемся. Может быть, к весне у нас уже будут какие-то более разумные вот эти вещи. Подумайте, мне кажется, что ваш доклад все-таки имеет прямое отношение к астробиологическим проблемам. Вы же по существу там рождаете и объясняете возникновение органики. да, но только вы ну хорошо, но тем не менее вы обсуждаете процессы возникновения органики. Ой, надеюсь, это знаете. А утверждение о том, что жизнь зародилась в планетарных туманностях. Это новое, потому что я... Я... Такого... на новые звезды бочку катили, на первичный взрыв бочку катили. Ну, на земле самостоятельно тоже было. А вот возникновение внутри таких вот облаков может быть я что-то пропустил. Я думал, что тоже пропустил. Значит, может быть я что-то пропустил.